Наша редакция убедилась в существовании привидений. Люди не прописаны, но проживают. Так называемые нулевые квартиры владельцы не просто сдают в наем, в них размещаются офисы, магазины и даже притоны. В таких квартирах, как правило, не стоят приборы учета, впрочем, как и нет оплаты по общедомовым нуждам. За таких жильцов платят соседи. Из квартиры с нулевой пропиской репортаж Катерины Фладунг. Написано для вас, но все же больше здесь делают для себя. Магазин занял одну квартиру, второй по соседству с нулевой пропиской, активно пользуются все продавцы и другие организации. За энергоресурсы не платят. Прошу показать документы на 215-216 квартиру. Все документы указаны. Переходим в 215-ю квартиру, которая используется под склад. Вот получается дверь 215-я квартира. Вот это жилое помещение. 215-я кухня. 215-я кухня. Я так понимаю, здесь ремонтируют обувь. А это, по словам продавцов, склад. На хранении здесь лишь коробки, пивные кеги, дораспитые алкогольные напитки. Кем, никто не признается. Уверяют, посетители на посиделки не пускают. Это наш склад. Это тогдашний, куда ехали, не выбрасывают уже. Оказывается, в некоторых магазинах коллекционируют пластиковые стаканчики и упаковки из-под чипсов. Когда время есть, я тогда пушу. Видимо, здесь же и выпивают. Выяснив вкусовые предпочтения продавцов, наблюдаем, как отключают водоснабжение. Горячую воду здесь уже когда-то перекрывали за неуплату коммунальных услуг. Долг набежал в 53 тысячи рублей. Но владелец, которого мы так и не увидели, самовольно подключился вновь. На вас будет составлен акт о похищении энергоресурсов. До свидания. Теперь в квартире, где никто не прописан, но водой и электричеством пользуются продуктовый магазин, обувная мастерская, да еще кто знает, какая деятельность разворачивается здесь по вечерам, воды не видать. Без сантехник уже стоячную трубу надо будет открывать, троник перепаивать, трубу, вентиль. Ну, то есть, сложно будет. Нерадивые владельцы квартир с нулевой пропиской, обманывая коммунальщиков и соседей, порой наглеют до такой степени, что требуют перерасчет, пытаясь схитрить второй раз. То они требуют перерасчет, настаивая на том, что якобы эта квартира используется под жилье, и что тут нет расхода ни водных ресурсов, ни энергетических. И, ну, в общем, ведут себя соответствующие, конечно, неправильно. Расходы на вывоз мусора, а его скапливается в магазине немало, распределяются на каждого из жильцов дома 40-06, как, впрочем, и другие общедомовые расходы. У нас лишних денег никогда нет. Чужие расходы не любим возмущать. В 38-м похуже было, когда баню оплачивали. Сейчас в городе 24 тысячи квартир, где никто не прописан, но проживают порой десятки человек. Управляющие компании выявляют владельцев такого жилья. Их ждут штрафные санкции от налоговой инспекции. Катерина Фладон, Евгений Максимов, Радик Гатин. Для программы новости.